Наш мозг был приготовлен совсем для другой реальности. Во-первых, мы должны были заниматься достаточно практичными бытовыми вещами. Если вы представите себе Петербург XIX века, то вы представите себе, что жизнь человека совсем другая. Нет отопления централизованного, нет электричества, нет тепла, нет воды и прочее. Это надо всё ходить, носить, топить, организовывать. Это жизнь, связанная с материальной деятельностью, с техническими какими-то вещами. Решение бытовых вопросов. Они просто физиологические. Сейчас вы можете взять и заказать еду, вам привезут её в коробочке. Упакованную, сервированную и так далее. А вам нужно было идти на рынок, выбирать эту еду. Там не было холодильников таких и так далее. Вы должны были всё это продумать, понять, как вы это будете хранить, донести до дома, не было автотранспорта. Это была жизнь, которая была сопроросла с большим требованием к выживанию. Вы должны были делать что-то, чтобы постоянно заниматься собственным выживанием. Если вы не сделаете, вам будет холодно, вы замерзете ночью. Если вы не принесёте воды, у вас не будет воды. Подождите, вы хотите сказать, что наш компьютер не готов к таким скоростям? Он не готов вообще к такого рода информации. Ему надо жить в материальном мире. Понимаете, почему мы говорили, что книги надо читать, а не сюда смотреть? Почему? Надо писать от руки, пишите от руки. Это показано в исследованиях, что это существенно улучшает нашу интеллектуальную функцию. Именно письмо от руки, что не связано с набиранием на клавиши и так далее. Мы должны жить в материальном мире. Мы для него были созданы. Сейчас мы живём в мире исключительно своих представлений. Мы живём в мире мифов, которые порождают медиа. Мы общаемся с виртуальными друзьями. Люди их вообще никогда не знали, не видели, но они переписываются с ними на экране компьютера, полагая, что они взаимодействуют с реальным человеком.